Погода сегодня кошмарная, друзья. В том году мы уже на 1 мая сажали картошку, а в этом году просто болото сплошное. Поэтому я решил не тратить время на ненужные огородные дела, которые сейчас бесполезно что-то делать. Потихонечку ковыряюсь в доме со всякими разными недоделками. Ну а вам я сегодня, ребята, расскажу о том, как мы делаем уху из половины головы сама и копченое скумбрия на десерт. С тех пор, как у меня появился казан, мой старинный мангал заскучал. И уже используется не как мангал, а как какой-то, я не знаю, склад ненужных вещей. Первый этап, друзья, очень простой. Положили рыбу, ну в моем случае это голова сама, точнее ее половина. Залили водой и ждем, когда закипит. Ну а пока, друзья, мой сомик закипает, я займусь к скумбрией горячего копчения, которую мы с вами будем готовить параллельно. Вчера я ее как следует посолил. Так, как следует, добро. Ее надо немножко вымочить, ну буквально 10 минут. Для того, чтобы остатки соли смыть и лишняя соль из нее ушла. Параллельно ждем гостей, видите. Готовимся, варим картошечку. Постоянные зрители моего канала знают, какой у меня на территории бардак и знают почему. Потому что вот в этом самом месте еще осенью стоял старый дом. Я его снес взамен вот этого. Пока у меня нет оборудованной мангальной зоны. Видите, готовлю там, где придется. О, начинается процесс закипания. Всю вот эту муть, друзья, снимаем. Не давайте возможность закипеть в вашей ухе, пока вы вот не снимете всю вот эту пену. Потому что с ней поднимается вся ненужная шелуха. А вообще уха и сама, друзья, это старая-старая традиция для нашей компании. Некоторое количество лет назад, когда мы каждый Первомай с друзьями, с палатками выезжали на речку, невзирая на погоду. Есть у меня друг Володя. Если вдруг смотрит, Володя, привет. Так вот он умудрялся сохранить после летней рыбалки кусочек сама до весны. И обязательно ухай сама на майские праздники. Это было главное блюдо. Вот я решил эту традицию соблюсти в этом году. Потихонечку у нас уха покипывает. Пенку я продолжу снимать. Уже сейчас закину туда луковицу целиком. И морковку, порезанную на кусочки. У меня такая была большая морковка. Но на такой казаночек можно две средних. Так, лаврушку мы добавим в конце. А вот перчик, я думаю, что можем высыпать. И пусть потихонечку наша уха кипит. Так, на медленном, на медленном огне сильно нельзя, ребята. Ну а пока наше ухо кипит, нужно сделать еще одну делицу. Для того, чтобы рыба не прилипала, нам надо ее просушить. Прежде чем будем закладывать в коптильню. Поэтому я ее вот так вот сейчас разложу, чтобы она стекла. Ее ветерком обдуло. Некоторые ее еще обязывают веревкой, для того, чтобы она не развалилась. Но, мне кажется, в нашем случае этого не нужно. Она и так не развалится. Главное ее сейчас как следует подсушить. Вот такие три красивые рыбки украсит сегодня наш праздничный стол. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот этого, ребята, допускать нельзя, видите. Я немножко отвлекся, и у меня уха закипела сильнее, чем надо. Но мы сейчас сюда добавим стебли петрушки. Никогда не выкидывайте палочки, когда покупаете. И посолим. Ну, где-то, наверное, полторы столовые ложки. Между тем, скумбрия с одной стороны уже подвялилась. Перевернем ее на другую сторону. Пусть и тут просохнет. Удивительно, как быстро и как необычно наклюнулись почки. Было холодно, холодно. А ты смотри-ка, уже скоро сад зацветет. Вот весна. Весну не обманешь. Так что я уже вместе с весной радуюсь тому, что все расцветает. Так, ну что же, посмотрим, как там наша ушица поживает. Ой, какая же красота. Мне кажется, наступило время попробовать на вкус, на соль. Вкус, ребята. И запах, как будто бы я нахожусь на берегу Волги. Моя рыболовная аудитория меня поймет. Так, рыбка уже почти готова. Пойду-ка я подготовлю картошечку. Как мне кажется, наступил ответственный момент. Фух. Под названием доставание самятины. Вот сюда вот я ее пока сложу. Ребята. Она аж прям на куски разваливается. Сейчас мы из этой головы будем доставать мясо. С морковкой все поступают по-разному. Кто-то ее достает, кто-то ее оставляет. Я оставлю. Ну и следующее, что я сделаю, отправлю подготовленный картофель в уху. Я порезал половинками. Мне так больше нравится. Любители красивого, эстетичного, эстетичные ухи, могли бы ее, конечно, профильтровать. Я этого делать сегодня не буду. Честно скажу, уже немножко опаздываю. Кости уже вот-вот на пороге. Поэтому пойду вот эту рыбу освобождать от костей. Сейчас вам покажу, что такое полголовы сама, сколько в нем мяса. После того, как подкинули картошечки, надо освежить кипение. А то у меня тут уже почти все прогорело. Ну и пока у нас происходит процесс закипания, давайте-ка мы займемся сомиком. Варился он примерно минут сорок. Этого вполне достаточно для того, чтобы мясо отделялось от костей. Вот, ребята, вот этими щетками сом заглатывает, держит свою рыбу. И если во время рыбалки твои руки попадут на эту щетку, считай, что ты остался без кожи сраный. Потому что челюсть у сама очень мощная. Этих сомиков я ловил сам. У меня на канале есть много-много видео интересных. И о том, как я ловлю, и о том, как я учу других ловить такую рыбу. Так что заходите вверх по ссылке, смотрите. Даже не рыбакам будет интересно, уверяю. Это всего-навсего пол головы, друзья. Видите, да, какое белое нежное мяско. Оно еще вкусное. Так, пойду-ка я, пожалуй, одну порцию отнесу и уже отправлю в уху. Для тех, кто не ездит на рыбалку и сам не ловит сомов, для вас это блюдо тоже доступно. Потому что, насколько я знаю, сомика продают в крупных каких-то магазинах, таких как Метро, например, какой-нибудь Зельгрус или Глобус. Поэтому вы совершенно спокойно сможете купить. Это был сом 14-килограммовый, друзья. Я его поймал в августе прошлого года. Ну, вот теперь он порадует мою семью и моих гостей вкусной ушицей. Ну, вот и все. Вот последняя порция. Отправляем ее туда же. Пошла, родимая. Наша ушица потихонечку кипит, булькает. Осталось добавить лаврушечки. Ну, 3-4 листика, не больше. Еще я добавлю сейчас горсть сушеного укропа. И горсть сушеной петрушки. Это не означает, что мы потом не будем добавлять свежего. Конечно же, в тарелочку мы добавим свежатинки. Но вот именно вот эта сушеная зелень, она дает особый вкус. Можно, конечно, сделать двойную уху, если у вас есть свежая рыбка. Тогда после вот этой головы добавляются кусочки вместе с картошкой. И они получаются тверденькие такие. То, что надо. Ну, у меня сегодня кроме головы ничего нет. Ну, разве что скумори, которые я буду коптить. Но это другая история. Ну вот, друзья, наша ушичка и готова. Опа, чтобы она не кипела понапрасну. Мы ее убираем в сторонку. Пока наша ушица немножко отдыхает, займемся-ка мы рыбкой. Щепы много не надо. Достаточно будет такой вот хорошей жменьки. И ее обязательно, ее обязательно надо замочить перед использованием. Рыбка у нас проветрилась. Поскольку коптильню мы будем ставить на наш козан, зона горения у нас будет в середине. У каждого коптильня своя. У меня она вот такая. Следующее, что нужно сделать, друзья, это нашу рыбку натереть маслом. Ну, во-первых, она не будет прилипать. И будет красивая, золотистая. По сути, все. Так. Закрываем нашу рыбку. Чтобы у нас никуда дым не уходил. Сделаем водяной затвор. Столько будет достаточно. И теперь распалим наш казанчик. Гореть должно как следует, друзья. Для тех, кто никогда не коптил, но приобрел коптильню, подскажу, что во всех коптильнях есть вот такое вот отверстие. Как только из этого отверстия начинает виться дымок, это значит, что процесс пошел. 20, максимум 25 минут, друзья. Дольше не надо. Вот этого времени вполне достаточно, чтобы у вас получился замечательный продукт. А пока пойдемте-ка отведаем немножечко ушицы. Вот она, красота-то какая. Божественно. Не зря старался. Рекомендую. Уха из головы сама это нечто, друзья. У меня в этот раз получились кулинарные выходные. Я вас не мучаю никакими стройками, никакими переделками, а просто вкусными блюдами. Таймер пропиликал, ребята. А это значит, можно смотреть на нашу рыбку. Красивенько. Вкуснотища. Ни грамма не прилипла. Это говорит о том, что все сделано правильно. Мир, труд, май, ребята. Теперь я с вами точно прощаюсь, потому что холодная самогоночка дома ждет. У меня сегодня хоть и не четверг, но рыбный день. Поэтому пойду-ка я отведаю ушицы. И вот такой вот прекрасной скумбрии. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова